Россияне атаковали Гагу за разрушенный брак Купера и Шейк Интернет Интернет и СМИ. Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля 1.1. Брэдли Купер расстался с Ириной Шейк. Слухи о романе голливудского актера Брэдли Купера с поп-звездой Леди Гагой поползли во время съемок фильма «Звезда родилась». Певица сыграла главную роль в дебютной режиссерской работе Купера, где сам он играл контри-певца, чья карьера идет на спод, а Гага его музу – талантливую, но никому неизвестную исполнительницу, которую он помогает добиться славы. Купер и Гага сыграли на экране страстную любовь, которая, по мнению поклонников, была не просто актерской игрой. Об отношениях Купера с Гагой с новой силой заговорили в феврале, после церемонии вручения премии «Оскар», где артисты, сидя вдвоем за роялем, исполнили песню «Шало». Из фильма, которая получила статуэтку как лучший саундтрек. Это выступление широко обсуждалось, поскольку актеры выглядели влюбленными и счастливыми. После него Леди Гага и Брэдли Купер превратились в мема любви не только между мужчиной и женщиной, но и любви к еде и к домашним животным. Скриншот. Твиттер. 2-2 на защиту Шейк встали тысячи соотечественников. 12 июля стало известно, что Гага около месяца назад переехала к Куперу. Пара активно обустраивает совместный быт. Поп-дива вплотную занялась интерьером в апартаментах голливудского актера, даже заказала новую мебель. Счастье влюбленных стало неприятной новостью для поклонников российской супермодели. Русскоязычные пользователи атаковали. Инстаграм. Леди Гаги, где то в шутку, то всерьез начали ругать ее за разрушенный брак Ирины Шейк. Гагу называли разлучницей, писали, что она угнала Купера. Все. Я. Бад романс. Даже из плейлиста удалила. Не люблю тебя больше, разлучница. Писали юзеры под ее последними постами в Инстаграм. Нет, девчата, не нужен нашей Иришке такой мужик, который по первому зову от юбки к юбке из мяса бегает. Найдет она себе намного лучше. Высказывались. Инстаграм. Пользователи под записями Гаги. Пока Шейксу чувствовали, Гаги советовали переключиться с голливудской звездой на российского актера Алексея Панина, известного любовью к экспериментам. Три-три россияне оккупировали. Инстаграм. Леди Гаги русскоязычные пользователи решили не ограничиваться обсуждением любовного треугольника Гага Купершейки сосредоточились на насущных проблемах. Инстаграм. Звезды наводнили объявления о купле-продаже. Евгения из станицы Елизаветенской продает дом 2016 года постройки, а Руслан Косумов цеплят бройлеров. Юзеры также обмениваются советами, например, как отмыть пригоревшую гречку с кастрюли. Под фото и видеогаги пользователи передают приветы знакомым и координируют свои действия. К примеру, ищут, у кого можно помыться в период отключения горячей воды. Шенген тут можно сделать? Интересуется новый участник чата под последней записью певицы. Ребят, раз уж мы все здесь собрались. Кому цветы свежие нужны? Такие лилии выращиваем. МММ, закачаешься? Заходи к нам в аккаунт. Не стесняйся. Воспользовался возможностью магазин цветов. Некоторые признаются, что не знают, о чем написать в комментариях. Но им все равно очень хочется это сделать, поэтому оставляют рецепты блюд. Скриншот. Инстаграм. 1-5-4-4. В комментарии к Гаге пришли российские знаменитости русскоязычных сообщений под постами поп-дивы стало так много, что некоторые предложили перенести чат в Instagram американского актера Мэтью Мэканахи. Предложение не встретило поддержки, и пользователи продолжили упражняться в красноречии в профиле новой возлюбленной Купера. В комментарии Гаге пришел комик Денис Косяков. Матерь Божья. Да тут возмущенных людей больше, чем на митинге в Москве. Не оппозиция, а брошенная бабу. Вот что может сплотить русский народ, пошутил он. Михаил Галустян, в свою очередь, спародировал в комментариях собственный персонаж из-за шоу «Наша». Александра Родионовича Бородача, терзавшегося любовью к Иришке. Это все из-за Ири Ришки, эрэр ребят. Любовь творит чудеса. Клянусь эрэр рукой. Написал он. Актриса и постоянная участница телевизионных шоу Эвелина Блиданс отметилась неопределенным комментарием гуси-гуси-гага-гага. 5. 5. Ситуация с Гагой показалась российским комиком показательной. Шумиха вокруг разлуки Купера и Шейк из-за Гаги побудила к творчеству российских комиков. Так, резидент Comedy Club Гарик Харламов, в последнее время увлекшись от роллингом ведущих «Давай поженимся», показал реакцию Шейк на новый роман мужа. Он вмонтировал в ролик уже полюбившуюся ему фразу Ларисы Гузеевой «Пидоросина», которая стала мемом. Семен Слепаков придумал иронический сказ про Ерку, Гагу Леди и Бродляка, посвященный флешмобу, устроенному россиянами в комментариях у Гаги. Комик попытался объяснить, с чем связан ажиотаж среди россиян вокруг звездного любовного треугольника. Дело в том, что у россиян мало поводов для гордости, пишет Слепаков. А успехи уроженьки Челябинской области Ирины Шейк как раз один из поводов порадоваться за соотечественников. Однако лохудра крашеная Гага сумела приворожить ее возлюбленного Бродляка. «Есть ведь и у нас предел терпения санкции мы выдержим играючи, стерпим все нападки, притеснения, расширения НАТО беспардонное, происки спецслужб и изоляцию, олимпийской сборной отстранения и авианосца в Черном морюшке, и рубля падения все мы выдюжим. Но чтоб Брэдли крастью нашей Ирочки не бывать такому, точка заключил автор. По сюжету сказа Слепакова, в итоге россияне сучку расчехвостили, после чего Гага решила отказаться от своего счастья. Поклонники Ирины простили певицу, однако продолжили поносить ее в комментариях, поскольку буллинг стал любимой русской забавою. Светлана Поворазнюк